Осужденных учат вести бизнес. В Новосибирской области действует проект «Путь домой». 400 человек прошли специальные курсы перед тем, как выйти на свободу. Какие предметы изучают и как курс помогает с трудоустройством, узнал Александр Сульдин. Колония номер 8 в Новосибирске. Сегодня необычное утреннее построение. Почти праздник. Вручают сертификаты, а по сути путевки в будущую жизнь на свободе. Василий Плотников провел в этих стенах пять лет. Осталось почти два года. Скоро на свободу. Страшновато, если честно. Пытаюсь как-то отвлечься. Заранее подготовиться к освобождению. Чтобы при освобождении заняться. Ну и не возвращаться уже обратно сюда. Учился, прошел специальные курсы. Психология, экономика, основы бизнеса. И как помидоры с огурцами выращивать, чтобы фермерский продукт приносил пользу людям и прибыль будущему предпринимателю. Василий подготовил бизнес-план по созданию и развитию тепличного хозяйства на участке своей бабушки. Идея возникла у меня давно, можно сказать, это моя мечта. И во время отбывания срока наказания, она все у меня, эта идея развивалась, развивалась. И тут появилась такая возможность. Эту возможность создали общественники. Четыре года назад в женской колонии для желающих организовали курсы. Ногтевой сервис, парикмахер. Осужденные охотно воспользовались возможностью получить новую профессию. С годами сеть исправительных учреждений, участников проекта «Путь домой» расширялась. Стал больше и список специальностей. Технолог сувенирного производства, автосервис, подсобное хозяйство. И все это вместе с бизнес-курсами. Основной момент был в том числе самозанятость, потому что мы понимаем, что трудоустройство, оно с одной стороны возможно сейчас, в период кадрового голода. Но многие немножко еще не готовы из лиц, которые здесь содержались, идти в коллектив. Всего по такой программе уже отучились 400 осужденных. Почти два десятка уже вышли из исправительных учреждений и устроились на работу. Это здорово, когда люди приобретают здесь профессию. И самое главное, что они уже знают, где они будут работать в основном, и кто у них будет работодателем. Вот это очень важно, что не просто на улицу человек вышел, а он знает, куда я. У него есть уверенность в завтрашнем дне. Проект продолжится и в будущие годы. Уже набирают учеников. Александр Сульдин, Тарас Тарасов, Новости ОТС.